Да разбудится утром А у меня правая рука Ну правильно, вы же ближе сидите, правой рукой, левой Александр Тоже такое, как будто, да, вот здесь, как немеет Да, чтобы это значило Ну здесь обмен информацией, вы сейчас протираете друг руку Но потоки, вот от сердца идет поток И эти потоки у вас сливаются Ну я вообще симпатизирую его Да, он очень симпатичен У него такая мягкая энергия Два женских начала, одно мужское Он, да, видимо он воспитан женской рукой больше, чем мужской И он перенял все материнские качества Мама очень добрая, очень такая божественная женщина Она все вложила в его И она сейчас, ну в общем-то, он несет ее очень И грубит мать свою, что она, ну, заложила вот это божественное доброе Да, да, вот гонялись с матерью, обидите, пожалуйста И мы можем не теперь прикручиться Да вы сходите со своим домом Да, правильно Прешили, Александр? Да, вот Александр, у вас есть Тема воздействия такой мощная Вот прям вся вот эта сторона Ну здесь вообще аура Потому что это мужская энергия У нас женская Это мужская Это мужская энергия Он вам дает вот самое то, что есть Вот прям палатик расширен Я думаю, на все молитвы Если бы у вас вот это то, что вы делаете, говорите, как вы людей читаете Это показывает иметь их транслянцев Господи, кто вы там ту сумму или туфу Ведь там показывается всем не то, что вы Нет, ну вот сейчас мы просто делали запись Это же, а потом мне говорили то, что они считают нужным я Ну да, ну да, ну да Ну и хорошо, и молодцы, молодцы Что бы мне страшно понравилось Николай Николаевич вообще из-за вас поболел, выживал И ушли бы рано, надо бы еще немножко потерпеть Вы знаете, как меня мучили? Я не знаю, у вас подписано контракт Да За уход самого Ну вот я и боюсь, уходи У меня же какая история была Меня показывали странным образом Странным образом Да, странным Я уйти не мог Все говорят, что вы там делаете И я не мог Вот, вот А А Как вы объясните И никто не знал, что я много раз от них убегал После второй семьи После театра И меня возвращали в околай Машины к тому привозили Слушайте Ой Саша Да Конверты я просила Давайте попробуем Скажите, Николай Николаевич Вот раз-два Если трое То вы трое Отлично Отлично Между прочим, я хотела троих Вот у меня двое на шесть И я еще думала, где поисковика-то взять? Так это вы путинами совместно? Да Я не знаю Вот у меня как раз Как раз Вот Понимаете, что делать Вот Меня показывали странным образом Было выгодно показывать У меня Как шоумена Там Может быть Некоторые статьи Даже Клоуна Да 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 Но Многих вызывало Сомнения Что Может быть взяли актера За уши Слишком харизматичные Гениального актера Ну Вы тоже Саша Если можно скажу сразу Я как бы готовлю к выпуску Серию передач Мы думали над названием Вот с Николаем Николаевичем Мы решили назвать То есть ну вон у меня В принципе Я мало бы этого не было Я прочитаю Смотрите Значит Готовится передача в студии Готовится к эфиру передачи Сущая всем известных экстрасенсов Ну Николай Николаевич будет Да Что Мы спросили Почему ты уступил место боли Да ладно Угу Значит так Вот что я пишу Я сама видела Как прессуют экстрасенсов Члены жюри на передаче И поэтому я Вот Хочу снять передачу В которой не будет Никаких соревнований Витв А будет нечто иное Лилию Булю унижали Издевались Извините Над ее полнотой Но это правда Способности сверхтонкого мира Которым обладают люди Сверхчувствительные Очень легко подавляются Унижением И издевательствами Я сейчас не стану называть Именно тех людей Кто прессовали экстрасенсов Они исчезнут и забудутся А вот сверхчувствительность Способность видеть Другого человека С его проблемами и болезнями Останется И будет развиваться У тех Кто не эгоист У тех кто занимается Несобственной Персоной Не изучает других А изучает Других людей У кого есть желание Сочувствовать Делиться своими радостями И болезнью и смертью Вот такие люди Станут сверхчувствительными Становятся Извиняюсь Ну дальше Что заставляет прессовать И унижать Ну я пишу Таких людей Зависть Еще раз Зависть Да экстрасенсы Живые люди Они ошибаются Среди них Есть много тех Кто нарушает законы космоса Кто циничен И просто зарабатывает деньги На наивность и доверчивость У людей Но отличить циников И холодных расчетов И психоаналитиков И чувствительных существ Которые по всей своей сущности Беззащитны Я думаю Не сложно Тем более Таким известным людям Которые представляют Жюри Битвы экстрасенсов И когда Они насмекались Публично Надлили ей боль Я думаю Что это была Зависть чистой воды Конечно здорово Если будет Как у Чехова У человека должно быть Все прекрасно И внутреннее Но пока этого нет К сожалению Те кто сохраняли Свою внешность Потеряли внутреннее Потеряли А те кто Ну и наоборот короче А те кто развивали душу Не следили за внешностью Своей Хочется очень хочется Совершенства Вот бы всем Сверхочувствительным людям Подарить прекрасные оболочки Если бы у меня появились Такие волшебные качества Я бы так и сделала А пока приходится Разглядывать за оболочкой Души людей И отбрасывать Бред этого мира Вот согласие Войте Миле дала Передача которую Мы решили сделать Будет направлена на то Чтобы показать Способности и таланты Душ человеческих Показать красоту Которая Есть не внешняя Пудра и макияж Не отработанные Манеры и приемы Поведения в определенном Формате А свободное и легкое Ничем не угнетаемое И подавляемое общение Сверхочувствительных людей Которых сегодня Называют экстрасенсами Я сама не знаю Что из этого получится Мы будем приглашать В студию Проблемных людей И экстрасенсы Обладая различными способностями Будут помогать Развиваться Разбираться Проблемы Вот так я написала Но я назвала это Я очень долго думала Театр экстрасенсов Почему театр? Потому что Ну экстрасенсов битва Слово скрученное Да А театр Ну театр Это такое представление Да? Оно объединяет всех А битва Она наоборот разъединяет Да То есть театр Это представление Представление экстрасенсов То есть И если вы Даете свое согласие То я бы была очень рада Чтобы у вас уже было трое Потому что Одну передачу Мы сегодня записали Вот как она Записалась Так записалась Она написалась Как-то спонтанно В ней участвовал Один человек Вот Андрей Александрович Киров Он там на черной лошади Написал На той картине Видите? Вот И в ней Была Лариса Иванова И мы сидели Вот И я тоже Значит Итого у нас было пять человек И первая тема Которую мы не закончили Была Вот Ее задал Николай Николаевич Тема называлась Как вообще нам Всем людям Научиться пользоваться Божественной энергии Космической Божественной энергии Тема осталась открытой Незаконченной То есть очень много чего Было из этого сказано Но Она даже не раскрылась Наверное сказала На одну там десятую Да? Да Да И мы вторую передачу Мы хотим продолжить эту тему Но в процессе Раскрытия темы Я думаю Что нужно импровизационно Еще какие-то вещи решать Я не знаю Прямо поднимать проблему На ходу И решать Ну? Да Если брать экстрасенсорику Чистую То все взаимосвязано Вот Как называем Тема все работа Хватаешь Оттуда 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 Да Конечно Конечно Если хватит Например На штаб вообще Не Ну это даже надо делать Регулярно из недели в неделю Передачу Допустим В течение года И в течение года Я его выпускать Так собственно И хочу А там дальше Открыть Она ведь идет в записи Сделать можно Или уже потом Записи сначала Да Причем Дело в том Что у Марии Это как раз Новопланетарные Те люди молодежи Это как раз На весь мир То есть сама идея Она уже Объединяет себя Могу Когда мы расписываем Да Это новое на рынке Да Это види Острет Почути дистанцию Ну это способность Марии Брать все на себя Она вот настолько Всевдобольна Вмещает в себя Всех людей Я хожу быстро Я могу устанавливаться Как вот Ухо Как заглупо Пришла Вон между Николаем Николаевичем И Кировом Они разговаривали о болезни У меня дикое ухо Заболело Знаете Я вижу Написано Красными буквами Геморрой Я потом Догадывался Приниматель лекарства Такое то Но весь вопрос в том Что вот эта реклама Постоянно Мужских болезнях А женских Они программируют нас На эти болезни Что делает Какие средства Массоинформировали Мне как-то недавно Звонят Учите Мне тоже раз звоните Я говорю Я не знаю кто Звонит Застейте Пожалуйста Ну так Учите 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 Что Геморрой Мы еще где-то Сейчас Через 15 Надеюсь Я даже не знаю Где она Что На голос Ну Такой армии Уже Нормально Будешь Учите Зайдет Стыковка Уже У нас Есть В Канаде Общая знакомая С Александром Михаил Гольберг Он Проводит диагностику На расстоянии И лечение на расстоянии И вот Что интересно Он Он Могут И домашних животных Он По одноклассникам Дает информацию Вот, говорит, у президента собака болеет, я могу ее вылечить. Он говорит, сейчас вот Константин Мелация болеет, я могу его вылечить. Понимаете, вот чувствуешь себя, что хочется помочь, но не знаешь как. Я эпилепсию на расстоянии лечу. Лекомия. Ой, отелярский. 20 минут ее лечу. Это очень просто. То есть я думаю, что у нас, в принципе... Эпилепсия в этом самом, в Ракопевском. Я зато начал в газете почитаться. Не санцово того, что? Да, но я его вижу, о чем никогда. Я когда работал с пациентом, я не касаюсь, не чувствую, что я в газете. Мы решили одну проблему, объединили троих. Такой мощный ресурс, да, Мария? Да вообще не старая. Потрясающе. Для вас на все приятно. Саша, вы где понравились? Потому что правда, да, это здорово поискать. Мария, вот я ведь услышал, что когда объединяются люди и думают об одном из всего, то эта энергия усиливается. Направили, нажали. Я даже уже в Калининграде проводили опыт. Собирались жители, ну, заинтересованные, в кружочек садились и начинали визуализировать историю города. И знаете, потрясающе, один кто-нибудь это видел быстрее всех, начинал описывать, а другие подключались. И начинали описывать, вплоть до конкретных уже образов, событий. То есть мы можем развить такой опыт, не говоря. Особенно, когда люди такого плана встречаются, с тонкой чувствительностью. Понятно, что здесь можно задавать тон любой. Причем, мне кажется... Все что угодно. Невозможного для вас ничего. Нет, ну как, меня вот, допустим, выйдет и пригласили в мусульманский имам всех в мечети и вышел. Пригласил меня и сказал, я вас очень хорошо, вы приезжаете, та женщина, которая единственная, которую я увожу в мечеть. Я прошу вас принять мусульманство. Он созвал всех имамов. Потому что наступит время, и вы будете останавливать мусульманские войны. Я сказала, ну, если ради такого, то я, конечно, приму мусульманство. То есть вы будете останавливать мусульманские войны. Ну, как можно отказать? Конечно, нет. Вот и так везде почему. Когда пришли эти люди, я разговаривала так. Я сказала, вы знаете, что в 2012 году я ждать землю. Я говорю, знаю. Вы знаете, что много катастроф, смена пролисов, и все это приведет, и вообще очень много погибнет всего. Вот у меня есть путь, как уменьшить количество жертв. То есть повысило, как повысило вибрацию земли. Что это за путь? Я сказала, что вот это программа детского государства. Я даже вот сейчас ее озвучу, она очень простая. Сердце покалывает. Это иплатно. Да, устрою встал. Все цели, которые я дали, как я дали, как я дали. Она достигнет. Достигнет. Спасибо. Цель очень простая. Значит, конечный, помимо нового планетарного телевидения, которое эфирное, да, и дает выход в эфир, вот всех людей, вас, без искажений. Не как там шоу делают. Потому что я очень против этих снов. А конечная цель, о которой я вообще мечтаю, это выстроить где-то на земле место, которое должны дать высокие инстанции. И начать строительство первого детского города, всего мира, города мира, который был, мне важно, не построенный город. Мне важно туда приезжающие люди и взрослые, которые начнут строить. Когда они начнут строить разных религий и национальностей, японцы, французы и русские все вместе, в момент строительства ношения бревна с реалити-шоу, в режиме реального времени, с демонстрацией 24 часа в интернете, мне очень важно, чтобы люди видели не как удобно, а вот этот момент, французы и японец берут бревно и пытаются его положить для строительства того-либо чего-то. Как они будут решать проблемы взаимопонимания? Вот это разные языки, они приезжают в одно место, чтобы понять друг друга. Вот этот момент понимания плюс помощь со стороны тех людей, которые следят за этим телевидением, то есть смотрят, а они видят, что японец и французы ничего не понимают, тогда из Франции смс-ки посылают и говорят, вот так понять, а из Японии вот так можно понять тебя. Это родит такой всплеск энергетически высокой энергии, то есть поднимет человечество вот от этой, ну, выше поднимет. Вот это поднятие детское государство даст возможность повысить вибрацию Земли на несколько порядков. Но повышение вибрации Земли на несколько порядков, и когда 12-й год надвинется на нас, поможет не погибнуть огромному количеству людей, и мы можем избежать очень большого количества катастроф, которые могут не произойти от повышения вибрации. На таких вибрациях даже озона в этой разы затянется. Затянется даже озона в этой разы. Вот это мой проект, который... Почему мы это увидим? Ну, мы это говорим, вот и вам уже это увидим. То есть она рассказывает то, что она... Да, потому что уже 20-й год, это информация пришла. Да, то есть оттуда, как бы. Да, оттуда. Поэтому мы же так слушаем, не знаю. Да. Потому что действительно... А все, смотрите, на самом деле, как просто, да? Вот грядет 12-й год, все, значит, уже ученые сидят и говорят, когда она едет в логалактике, мы попадем в тайм. То есть зачем мы едем? Вот отсюда, значит, катастрофы, сдвиг пластов. Ну, что такое сдвиг пластов-то? Ну, где там карта? Вот, а все, сколько народу погибнет? Эти говорят, ну, миллиард останется, и теперь мы будем жить. На самом деле, если вот с помощью такого проекта повысить на несколько порядков вибрацию Земли, вместе с ней, значит, вот то, что Гиров говорит, что люди должны сами обучаться, они виноваты. А я против этого, я считаю, что можно, образно говоря, вот этим поднять вот фон, вот этот вибрационный, и человек сам даже не заметит, в доли секунды, как он поднимется с этой вот энергией вот отсюда, поднимется вот сюда. На вибрацию поднимется, совершенно очистится сознание подсознание. Ну, человек в доли секунды какой-то там, ну, допустим, совершенно глухой, тупой, извиняюсь, или там… Ну, он раскачет, и все, и другое. Да, да, но он другой. И даже убийца, он моментально перестанет быть убийцей. И так вот, это же спорт-то было, там что именно, спорт был. Что все-таки, я вот, не люди виноваты в том, вот усилившихся. Ну, что совершают преступление, конечно. Да, потому что их энергию просто взяли и опустили. А ее подменили энергией денег. И говорят, деньги – любовь. И против этого. Катастрофически против. Им надо просто действительно по-другому формировать сознание. То есть, у нас есть терпельная сторона системы, на чем пострадали? На наказание. А на самом деле человеку, тогда как на нас есть. Вот эти вот темные, вот эти силы, которые в параллели идут, они не успеют замыкнуть, схватить, они раз – скачут. И они в Астралии вот так все вот так. Мы просто сами вместе сделаем этот скачок. Но, вот те, кто со мной уже вышли на меня, эти дяди кремлевские оси, я им все дрессовала. Вы это понимаете? Они говорят, да, мы это понимаем. Но если вы это понимаете, вы хотите вот спастись сами, своих детей спасти, да. Ну, тогда давайте вот уже так делать. Мне сказали, да, мы начнем осуществлять программы детского государства. Ну, кроме детского государства, должны еще за этим детским государством стать взрослыми. Да, нет, это оно называется детское государство. Представляете, детское государство – это на самом деле, это инструмент даже, вот я вам сейчас скажу, вот смотрите, что такое экономические реформы, да. Вот, допустим, люди, которые воруют, и нечестным путем пришли к предприятиям и стали, как они, олигархами, а какие-то люди, которые должны быть, но не есть олигархи, ну, условно я говорю, не богатые, да, вот, но они маленькие. Допустим, если эти маленькие предприятия начинают давать свою продукцию для строительства этого города на детей, и это все показывается в интернете, их рейтинг вырастает, энергетика заполняется, они богатеют, образно говоря, потому что они помогают. А эти, которые не помогают, они, и это такой рычаг, понимаете, вот это фемида, да, так как-то, появляется фемида. А бадает уже в топору не будет у тех олигархов, которые не помогают. Мне кажется, детское государство – само состояние, понимаете, все-таки дети, они более открытые, они более честные. Ну, все, вот когда я, мир глазами детей, когда я составляла эти три штуки МГД, я думаю, знаешь, как хорошо, Московская государственная дума, кратко. А так мир, мир – это все большое. Ну, это словно, да? Да, глаза, детей, мы все дети планеты Земля. Так вот, вот эти четкие дядьки, я их так и забыла, которые играют роль чиновников, начальников, президентов и все, взрослых, короче, они просто эту роль играют. Но если их ободрать вот эту роль, то мы, получается, все дети вообще. Мы все дети, скажи, что это на этой земле, планете, разве не так? Мы все дети. Что Лиля – боль взрослая, она ребенок. Что Николай – взрослый, он самый настоящий ребенок. Что вот это, никто, а вот никого тут взрослых нет. А вот это, это играет роль взрослых. Я обычно знаю, кто взрослый. Ты какой, взрослый или взрослый? Он взрослый. Потому что он сидит и говорит, что я тут всех, я чиновник, я говорю. Вот он один взрослый. Ах, это светлое завтра, смурное вчера. Догонялки и прятки, сплошная игра. Только над головою все та же дыра под названием «Бескрайняя вечность». Я скорее открываю, закрывая глаза. Субтитры сделал DimaTorzok